При обнаружении неопознанного трупа возникает вопрос о идентификации этого трупа, то есть кому принадлежал он. Если труп находят и время смерти, время которое прошло с момента небольшое, то есть труп гнилостно не изменен, его можно идентифицировать путем взятия у него отпечатков пальцев. Отпечатки пальцев откатываются в морге нанесением краски на подушечки пальцев. Составляется доктокарта и уже по ней вероятным в принципе можно определить, если данные этого человека есть, если он когда-то тактилоскопировался, то по отпечаткам пальцев можно установить его личность. Но бывают такие случаи, когда труп гнилостно изменен или сильно гнилостно изменен, или практически скелетирован, но допустим сохранились кисти, тогда в морге просто так не взять отпечатки пальцев нужно применение специальных методов. В таком случае очленяются кисти трупа и отправляются в экспертно-криминалистические подразделения МВД России, где уже при экспертизе применяются специальные методы, уже в зависимости от состояния кистей трупа. Когда приходят на экспертизу кисти трупа, в первую очередь их осматривают на так называемые индивидуализирующие особенности, которые имеют очень большую значимость при идентификации личности. Что к ним относятся? Это какие-то шрамы, которые остались на кистях, ампутации пальцев, допустим, татуировки, описывается, что за татуировка, ее локализация, то есть все эти данные фиксируются, они очень важны. В дальнейшем уже состояние кистей применяются специальные методики. Например, есть такие изменения кистей, как перчатки смерти, так называемые, то есть это когда гнилостные изменения зашли до такой степени, что эпидермис кистей, ну так скажем, снимается в виде перчаток. В таком случае снимается перчатка, то есть эпидермис в виде перчатки, отрезается последние две фаланги, надевается на свой палец, соответственно эксперт в перчатках, надевается на свой палец, прокатывается краской по эпидермису и уже откатывается отпечаток, если это возможно, составляется дактокарта. Также откатываются и отпечатки с ладоней. Если эпидермис уже гнилсно изменен, разрушен, то отпечатки пальцев с него откатать очень сложно, они будут просто непригодны в дальнейшем. И тогда отпечатки откатываются с дермы, которая находится под эпидермисом. Что в случае делается? Эпидермис был удален, как мы уже сказали, отрезаются две конечные фаланги. Эксперт отчленяет две конечные фаланги и окунает палец для его уплотнения либо в кипящем масло, либо в кипящую воду для того, чтобы палец уплотнился. Также ветошь её осушает, конечную фалангу, наносит краску и также откатывает отпечаток пальца. Но уже с заказанием в первом случае указывается, что это откат на эпидермису, а во втором случае, что с дермы. Также может быть состояние кистей как мумификация, то есть ткани мумифицированы, сжаты, твердые и в таком случае, опять же, без применения специальных методов не откатать отпечатки пальцев. В таком случае кисти могут замачиваться для размягчения мягких тканей, могут подкачиваться водой, то есть шприцом сбоку в фалангу вводится жидкость для того, чтобы конечные фаланги набухли и уже можно было с них как-то взять отпечатки пальцев. Составляется дакта-карта, две дакта-карты, в которой имеются основные отпечатки пальцев, самые лучшие, и контрольные отпечатки. Также выбираются самые лучшие отпечатки пальцев, как бы контрольные. И эта дакта-карта передается в рамках, вместе с экспертизой передается уже следствию, и уже по ним определяется личность человека погибшего. Соответственно, если он был дактилоскопирован, его отпечатки, в принципе, снимались при жизни. Также не всегда можно, даже в условиях экспертно-карминистических подразделений, не всегда можно взять пригодные отпечатки пальцев, то есть гнилостные изменения могут зайти до такой степени, что ни с эпидермиса, ни с дермы уже не представляется возможным взять пригодные отпечатки пальцев. Тогда отпечатки пальцев берутся, допустим, не со всех десяти, а хотя бы несколько отпечатков пальцев, если возможно откатать. Это будет все равно вывод. То есть экспертиза была проведена не зря. Но опять же, могут быть такие повреждения, как погрызы животными, и тогда отпечатки могут быть испорчены. Опять же, отпечатки пальцев в таком случае не представляются возможным откатать. В таком случае, если конечные фаланги пальцев разрушены, эксперт пишет, что не представляется возможным получить данные. И экспертиза завершается. Ну, таких случаев обычно на практике достаточно мало. Хотя бы несколько отпечатков пальцев обычно предоставляется следствию. Продолжение следует...